Не допустить коррупции и ошибок в расчетах. Для того, чтобы медучреждения эффективно и прозрачно пополняли запасы лекарств, создали цифровую программу. Областной онкологический диспансер стал первопроходцем. Представитель компании-разработчика доступно объяснил, зачем нужна автоматизация в сфере здравоохранения. В данный момент мы реализовали в прошлом году проект, который позволяет на основе тех данных, которые хранятся в системе, рассчитывать потребность лекарственных средств на следующий год и таким образом обеспечивать, чтобы закупки лекарственных средств были наиболее эффективны, чтобы наше население не оставалось без необходимых ему лекарственных препаратов, но в то же время не перерасходовались деньги в бюджет. С марта этого года сотрудники диспансера заказывают медикаменты в электронном виде. Пока весь процесс проходит в тестовом режиме, но провизоры уже успели почувствовать разницу между удобной программой и множеством рукописных журналов. Во-первых, это ускорение самого процесса закупок и ускорение получения лекарственных препаратов в нашей аптеке, в нашем лечебном учреждении. То есть, проходит быстро согласование, часть бумажной работы исключается. Просто чисто время, экономия времени. Учреждение посетил Александр Смекалин. В аптеке диспансера ему продемонстрировали, как с помощью программы оформляют заказ. По мнению председателя правительства, цифровизация успешно приживается, но систему необходимо довести до ума. Сейчас уже обсуждая и испытывая в пилотном виде этот программный продукт, возникли дополнительные идеи, каким образом можно сократить еще сроки согласования, согласительных процедур, каким образом можно уйти от бумажных носителей и каким образом можно улучшить контроль за, соответственно, и лимитами закупок, и за стоимостью. Улучшенная версия программы закупок заработает в первые месяцы 2020 года. Вслед за диспансером автоматизируются и другие медицинские учреждения. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.